Нарушений на 100 с лишним миллионов тенге выявили представители ревизионной комиссии. Провели аудит использования бюджетных средств, выделенных на программу продуктивной занятости и массового предпринимательства. Результаты озвучили на совместном заседании комиссии по социальному развитию и экономике областного Маслехата. При этом депутаты отметили низкий процент отчислений пенсионных взносов. Бизнес-блог продолжит выпуск. Нарушения по госпрограмме насчитали почти на 110 миллионов тенге. При этом сумма неэффективно использованных бюджетных средств по оценке ревизоров составила 54 миллиона. Еще 51 миллион – непродуктивное планирование. Отсутствие динамики снижения уровня безработицы с 2016 года свидетельствует о том, что результаты государственной программы по созданию дополнительных рабочих мест не повлияли на уровень безработицы, а лишь обеспечили ее стабильное состояние. Отметили низкий уровень трудоустройства участников госпрограммы после краткосрочных курсов. По оценке ревизоров одна из причин – ненадлежащий анализ рынка труда в востребованных кадрах. К примеру, в прошлом году через центр занятости города Павлодара обучили 126 человек по специальности швея по пошиву полипропиленовых изделий по заявке одного из предприятий. Однако из общего числа трудоустроены лишь 49. Нет ответственности работодателю. Мы его не можем. Мы вот, например, когда он обращается, мы с ним тоже заключаем социальный контракт. Но он три месяца это не ждет. За три месяца он находит уже извне себе работника. А когда мы уже ему подготовили, он уже отказывается. Все, я уже принял. Остается проблемным вопрос обязательных пенсионных отчислений, трудоустроенных в рамках госпрограммы. Взносы составляют порядка 73%. Низкие показатели в районах Акулы, Актугайском, Баянаульском. Ольга Шкрец, Амал Бельгибаева, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Муса Булгучев утверждает, 15 лет бьется за свой участок земли. Бизнесмен уже четыре раза приходил на час предпринимателя. Сегодня новая попытка. В 2005-м он взял 10 соток земли под ИЖС в районе улиц Парковая Касправды. Но сейчас не может попасть на территорию. Проезда нет. Хотя по плану, который предоставили мужчине, он есть. У полномочий орган никак не реагирует. То есть они говорят, что там везде частная собственность. Но когда по землестроительному проекту, на мой запрос, они отвечают, что там проезд есть. Получается, в устной форме они говорят, что проезда нет, а в письменном ответе говорят, что проезд есть. В порыве возмущения мужчина попросил выделить ему другой участок. Ведь в 2005-м он потратил кровные 4 миллиона на приобретение земли. Мы просмотрели этот вопрос. Тот вопрос, который вы предлагаете по земле, взамен какую-то землю, то есть равноценную землю в другом месте предоставить, мы изучим на законодательном уровне. Позволит, если у нас, мы этот вопрос рассмотрим. Всего на прием к Акиму города сегодня записались 10 человек. Все вопросы касались сферы земельных отношений.